Четверть века Единой Германии не только в ФРГ, но и в других странах в эти дни вспоминают события 25-летней давности, эхо которых ощущается и сейчас. Ведь Берлинская стена по сути разделяла надвое не просто город, но и весь мир. О том, кто и как писал одну из важнейших страниц послевоенной истории. Иван Благой. У того, что осталось от Берлинской стены, туристы привычно фотографируют Михаила Горбачева за рулем Советского Союза. Сегодня Берлин обклеен даже плакатами с его лицом. Без Горби, как любя его называют немцы, мирного объединения Германии могло и не произойти. Когда стена пала, советские солдаты остались в казармах. Дальнейшие события были лишь вопросом времени. Все политики с Востока и с Запада находились под давлением населения ГДР, которое в ноябре 1989-го, после падения стены, после открытия стены, совершенно конкретно угрожало. Если немецкий рынок придет к нам на Восток, то мы останемся. Если этого не произойдет, то мы уедем на Запад. Началась большая игра. Супердержавы договаривались об условиях. Какой будет эта новая Германия? С американской точки зрения, новая нейтральная Германия в рамках Европейского Союза могла создать серьезную политическую, невоенную и экономическую конкуренцию в вопросе резервных валют, роли доллара. Германия стала бы конкурентом. Москва настаивала на нейтралитете, США на членстве в НАТО. Сейчас, спустя 25 лет, известно, ни о каких компромиссах американцы и не думали. Это показывает стенограмму переговоров на высшем уровне США ФРГ от 24 февраля 1990 года. К черту это! Мы победили, а они нет. Мы не можем позволить советам обратить поражение в победу. Этот документ дает ответы на многие вопросы. Например, зачем США нужно тактическое ядерное оружие на континенте? Это ядерный зонтик для своих же солдат. А вот, например, одна из причин, зачем Вашингтону Германия в блоке НАТО. Полноценное членство Германии связано с нашей способностью поддерживать наши войска в Европе. Вы должны это понимать. Мне это очень нравится. Я хочу Америку в Европе. И речь не только о военном присутствии. Советский Союз пытался отстаивать свои геополитические интересы в положении просителя. Деньги давали, но легче раздавали обещания. Мы согласились с том, чтобы не передвигать зону безопасности НАТО далее на восток. Вообще, это относится не только к ГДР, которую мы не хотим присоединять. Любопытно, что сам Геншер был в крайне уязвимом положении. В этом здании Бундесархива хранятся личные карточки членов НСДАП, нацистской партии. Картотека попала в руки американцев в 1945-м и находилась под их контролем до 1994-го года. Когда архив все же передали немцам, оказалось, что в нем есть личная карточка Ганса Дитриха Геншера. А позже выяснилось, что сам Геншер знал о наличии компромата еще с 70-х. Впрочем, никаких доказательств давления на министра иностранных дел ФРГ, конечно же, нет. Тем более, что Геншер действительно желал объединения Германии и любыми способами успокаивал консерваторов в Советском Союзе. В конце мая на переговорах в Вашингтоне Горбачев неожиданно фактически дает зеленый свет вхождению Германии в НАТО. На днях на втором канале немецкого телевидения вышел документальный фильм о тех событиях. Мы все были ошеломлены. Тогда Буш спросил еще раз, значит, вы согласны, что Германия сама в праве выбрать себе альянсы? Горбачев сказал, да. Остальное было лишь делом техники. Американские войска остались на территории Германии. Сейчас Вашингтон собирается разместить в стране новые ядерные бомбы. Берлин же не может сказать нет, потому что связан обязательствами в рамках НАТО. И все это тоже было определено тогда, 25 лет назад, когда происходило объединение Германии. И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Ксения Гомонова. Первый канал. Берлин.